Вышли за рамки. 48 из 49 стройплощадок по факту оказались значительно больше, нежели чем было указано в документах. Зачастую строители арендуют у муниципалитета лишь тот участок земли, где собираются расположить само строящееся здание. Но ограждениями обносят значительно большую территорию, ведь и спецтехнику нужно где-то расположить. Только вот предупредить об этом городские власти строители нужным не считают. А за строительным забором могут оказаться тротуары, газоны и даже проезжая часть. Будут приняты меры по обеспечению взыскания за необосновательное обогащение зданных застройщиков и с требованием привести строительные, фактически используемые земельные участки в соответствии с границами, которые предоставлены. По результатам проверки, проведенной по инициативе главы города Олега Фурсова, административные комиссии уже составили 11 протоколов на недобросовестных строителей. Общая сумма штрафов по ним – 380 тысяч рублей. Кроме того, нарушителям придется освободить захваченные территории. Наша основная задача не заключается в том, чтобы наказывать, штрафовать. Мы призываем людей к порядку. Вот отвели им определенное количество гектар, значит, они должны только эту часть и занимать. И порядок должен быть един для всех. Я повторюсь то, что сказал в начале нашего совещания. То есть власть должна стоять на защите интересов людей и не позволять никому бы то ни было нарушать установленные нормы и правила. Во время рейдов по стройплощадкам, считает глава Самары, нужно обращать внимание и на сами ограждения. Заборы должны быть аккуратными, чистыми и вписываться в общую архитектуру города, а не разрушать ее. Марина Матвеевшна, Станислав Левин. События.